Начиная отчет, глава района Андрей Иванов выразил признательность своей большой и сплоченной команде. В Большом зале волейбольного центра собрались медицинские работники, педагоги, представители силовых структур, общественных организаций и инициативных групп. Глава отметил, что 2015 год был непростым. Кризис, падение цен на энергоресурсы, колебания курса рубля. Серьезным испытанием стали трудности, которые возникли у застройщиков. Кризис ударил по ним сильнее всего. Покатилась череда банкротств. Нормальные застройщики становились проблемными. И в результате застройщики заморозили свои социальные обязательства. И район не получил обещанных садиков, школ, паркингов и благоустройства территорий. Люди не получили купленных квартир. И безусловно, все это для нас грозило большими социальными проблемами. В 2015 году район вынужден был сэкономить средства и искать дополнительные ресурсы. Под сокращение попали почти 500 чиновников, практически каждый второй. 557 миллионов рублей удалось сэкономить на муниципальных закупках. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Огромная работа проведена и с должниками перед бюджетами разных уровней. Благодаря этому район смог сохранить социальный вектор развития. Открылись три новых детских сада. Два в Одинцово и один в Юдино. Всего за два последних года в Одинцовском районе появилось 14 дошкольных учреждений, из которых 10 муниципальные. Построен новый корпус школы в Трехгорке. Иванов отметил и достижения в сфере образования. Так, в 2015 году 241 выпускник получил медаль за особые успехи в учении. Это лучший результат Московской области. 15 человек получили 100 баллов по ЕГЭ. А 40 школьников стали победителями Всероссийских Олимпиад. Я благодарю всех учителей, всех директоров школ, нашего управления образования, Татьяну Викторовну Одинцову, Ольгу Ивановну Ляпистову, за достигнутые успехи в 2015 году. Вам всем, коллеги, коллеги, вам всем очень тяжело, непросто. Школы перегружены, детские садики тоже перегружены. И несмотря на это вы даете высокий результат и вкладываете душу в каждого своего ученика. Завершена интеграция МГИМО и Одинцовского гуманитарного университета. Речь уже идет не об отдельных программах вуза, а о полноценной работе филиала. Достигнуты успехи и в области здравоохранения. За год значительно увеличилось число квалифицированных специалистов. 38 семей медиков получили новые квартиры. Внедряется электронная медицинская карта и система электронной очереди. На базе центральной районы больницы появился современный колл-центр. Хорошим подарком району стал современный передвижной ФАП на базе машины «Мерседес». Доступная среда – еще один приоритет 2015 года. В соответствии с требованиями были переоборудованы 232 муниципальных объекта. Люди с ограниченными возможностями стали главными участниками акции «Наш лес, посади свое дерево». Отдельно Андрей Иванов в своем докладе остановился на двух проектах по реабилитации, которые стали возможны благодаря личному участию Оксаны Пушкиной, уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье. Мне с ним очень удобно работать. Почему я так акцентирую на этом? Потому что без толкачей, без лидеров, без таких пассионарных людей ничего не бывает. Вот он сказал несколько раз ручное управление. Да, наверное, это не очень хорошо. Должна работать система. Но пока есть люди, которые в ручном режиме работают, и мы чувствуем и видим результаты, это здорово. В 2015 году в районе появились и многофункциональные центры – в Одинцово, Кубинке и Никольском. Построено и реконструировано 14 спортивных площадок, проведена перезагрузка школы хоккея и фигурного катания в Одинцово. Сейчас здесь на бюджетных местах обучается 600 детей. Реконструирована лыжа-роллерная трасса. Район стал пилотным по внедрению системы 112. С 1 июня она приняла 270 тысяч звонков. Это рекорд для Московской области. Иванов особо поблагодарил за эффективную работу и тесное взаимодействие весь силовой блок Одинцовского района – полицию, ФСБ, Следственный комитет и прокуратуру, Госнаркоконтроль и миграционную службу. Благодаря их слаженной работе все массовые мероприятия прошли без происшествий. Пресечена деятельность семи преступных групп. Расследовано 24 уголовных дела по статье «Организация незаконной миграции». Ликвидировано 8 подпольных казино. В прошлом году было привезено в порядок рекордное количество дворовых территорий – 59. За год установлено 47 новых детских игровых площадок. Введены в эксплуатацию три новые котельные. 42 тысячи жителей района получили доступ к качественной и бесперебойной подаче горячей воды и тепла. В 2015 году реконструированы три станции обезжелезования – две в Кубинке и одна в Успенском. В 2015 году было закончено строительство путепровода через железную дорогу в Перхушково. Ушли в прошлое огромные пробки на Можайском шоссе. От имени всех жителей Одинцовского района я хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Вородьева, что такой масштабный проект стал возможен благодаря совместным усилиям властей всех уровней и федерального правительства. За год в районе отремонтировано более 120 тысяч квадратных метров дорог. Создано почти 700 новых машиномест. Идет разработка новых стандартов, уличных вывесок и конструкций, выполненных в едином современном стиле. Из ветхого и аварийного фонда в этом году переселили 104 человека. 11 обустроенных квартир в новостройках выделены детям-сиротам. Район принял активное участие в праздновании 70-летия Победы и стал одним из лидеров премии губернатора «Наша Подмосковья» в номинации «Спасибо деду за победу». Андрей Иванов поблагодарил за плодотворную работу общественную палату района. Ее представители за год рассмотрели более тысячи обращений от жителей и провели 293 личных приема. Одинцовский район вошел в пятерку муниципалитетов Подмосковья по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Стабильно растет размер средней зарплаты, создаются новые рабочие места. Подводя итоги уходящего года, Андрей Иванов отметил, что, несмотря на все трудности, район продолжает развиваться. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом», – сказал Иванов. Впереди серьезные планы.